Несмотря на большое количество официальных лиц, обстановка в парке совершенно неформальная. Дымит походная кухня, все облачаются в фирменные майки акции, повсюду дружеские рукопожатия, улыбки и смех. Звучит команда к началу работы, участники получают необходимый инвентарь, лопаты, ведра и перчатки и отправляются к месту посадки. Холодный осенний грунт стал своеобразным испытанием для участников акции. Им приходилось прилагать немало усилий, работая лопатой. Ну, давай, и прыгай. Раз. Так, 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 еще давай. Вот, молодец. Акция также проходила и на других площадках Ленинского муниципального района. В 13 детских садах, на 6 придомовых территориях и в Видновском специализированном доме ребенка. Всего в этот день в муниципалитете было высажено около 1600 деревьев и кустарников на общей площади в почти 2,5 гектара. Впрочем, цифры статистики, наверное, не самое главное для тех, кто вышел сегодня на посадку деревьев. Это тот самый случай, когда важен не результат, а участие. Вместе посадим деревья, я надеюсь, большинство из них возьмется, потому что, я вижу, ели елочки очень такие красивые, пушистые. И я думаю, что через несколько лет мои сыновья будут уже сюда приходить со своими детьми. Одной из главных угроз экологии Подмосковья стала массовая вырубка леса при строительстве новых районов. Фирмы-застройщики признают за собой этот грешок, а потому также активно участвуют в восстановлении лесного фонда. Например, в Видновском микрорайоне «Зеленая аллея» в день акции было высажено 300 взрослых сосен. Хочется думать, что это только начало полномасштабной работы. Люди погибнут от того, что они не берегут природу, скорее всего. Поэтому мы продляем жизнь и жизнь человечества, если мы такими делами занимаемся. Другая большая проблема – эпидемия, которая распространилась в подмосковных лесах. За несколько лет караэт поразил 74 тысячи гектаров леса или 4% от всего лесного фонда региона. В связи с этим проводятся санитарные вырубки деревьев. Увы, жертвами вредоносного жука стали ели и в Расторгуевском парке. Нынешняя акция призвана поправить ситуацию. Теперь здесь будет расти еще 145 саженцев. Мы создаем новые общественные пространства. Мы улучшаем те пространства, которые у нас существуют. Мы взамен деревьев, которые были поражены или погибли, высаживаем 10 новых деревьев вместо одного дерева. В этом году благодаря акциям «Наш лес, посади свое дерево» и «Лес победы» будет восстановлено более 50% погибшего фонда. Санитарные вырубки планируются полностью закончить в 2019 году, а к 2020 году программа по восстановлению леса будет выполнена. Но вряд ли на этом закончатся подобные акции. Чем дальше, тем больше людей в это верят, приходят. И сегодня сажали и маленькие, и постаршие, и дедушки, и бабушки. Не знаю, вот это самое лучшее, когда мы вместе что-то делаем доброе. Максим Козлов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.